Хозяйство Сергиево-Посадского водоканала сильно изношено. Необходимы большие финансовые вливания, чтобы привести в порядок системы водоснабжения и водоотведения. Районная администрация хочет привлечь небюджетные средства. Ищут концессионера. Концессия, простыми словами, это создание объекта или модернизация существующего, а уже после этого – возмездная эксплуатация, в нашем случае – водоканала. Если говорить еще проще, то инвестор приводит в порядок все системы, и только после этого будет получать прибыль. Районная исполнительная власть обратилась к депутатам, чтобы они поддержали инициативу обратиться в Комитет по ценам и тарифам Московской области, чтобы изменить в большую сторону предельный индекс изменения тарифа на водоснабжение и водоотведение. По словам заместителя главы района Михаила Бутерова, мы сейчас платим за эти услуги меньше, чем в среднем по области. И чтобы догнать среднеобластную цену, нужно изменить индекс, который применяется при расчете новых тарифов. Мы станем платить больше за воду и канализацию с учетом нового индекса, лишь в том случае, если найдется компания, которая готова будет вложить в модернизацию водоканала 11 миллиардов рублей. Нам нужно серьезное выливание для того, чтобы поднять на другой качественный уровень. Нам нужен качественный, скажем, потом его эксплуатировать. Тариф – это эксплуатация. Он уже в таком состоянии. То ли потому, что тариф слишком низкий по сравнению с областными, еще какие-то решения смены команд, длительные, может, неудачные кадровые решения, не важно, важно, что он сейчас такой. И наше дело – это решение, которое позволит его перевести в другой уровень. Это возможно на данный момент, а, только в концессии, абсолютно прав, Сергей Борисович, участник просто в нашей программе. А вот я хочу сказать, что участник в концессии не исключает наше участие в государственных программе. Самый главный вопрос – почему те долги, которые водоканалу должны, те или иные предприятия, почему не добиваются? Потому что это наша муниципальная, пока что еще самая крупная собственность, которую мы должны беречь. К тому же она монополистно так получилась. Другого поставщика нет для воды, для водоотведения. Что касается взыскания долгов, то работа водоканалов по взысканию долгов идет в полном соответствии с действующим законодательством. Как досудебной, так и судебной, работа судебной выписанной. И все долги, те, которые возможно взыскать, предприятия водоканалов взыскиваются всеми возможными словами. К слову, в прошлом году депутаты принимали аналогичное решение и поддерживали инициативу повысить индекс, применяемый при расчете платы за воду и канализацию. Но концессионер так и не появился, и цена на эти услуги росла в рамках установленного областью индекса. Оксана Мирошникова и Кирилл Емельянов. Программа «События». Ваша позиция.